Оцениваем достаточно позитивно. Очень много сделано за эти несколько лет. У нас есть специальное решение областного правительства, которое было принято совместно с главными муниципальных образований по комплексной организации этой работы. Более того, мы в этом году приняли решение от правительства о создании экспериментальных подразделений совместно энергетиков, это компания МРСК и Россети, с МЧС на территории Тверской области. Таким образом, у нас будут межрайонные мобильные подразделения, которые будут тоже активно принимать участие в работе по профилактике пожаров на территории Тверской области. Я имею в виду лесные пожары и торфяные пожары. Поэтому сегодня мы достаточно активно обсуждали эту тему и в качестве нововведения хотим усилить работу и повысить уровень размещения социальной рекламы по борьбе и профилактике с лесными пожарами. Потому что мы прекрасно понимаем, что Тверская область это регион, в который на майский праздник в течение летнего периода приезжает большое количество гостей, в том числе из центральных регионов, из центральных регионов, из нашей столицы. И наша задача обеспечить и безопасность этих людей, ну и, соответственно, сделать так, чтобы у нас не что-то, так сказать, не угрожало нормальному, такому стабильному проведению и весеннего отдыха, и, так сказать, летнего отдыха детей. И, наверное, самое главное, нормальному, удачному сезону, который здесь проводят жители столицы. Да, у нас по итогам прошлого и позапрошлого года тенденция достаточно позитивно оценивается экспертами. Более того, в течение 2017 года было недопущено ни одного торфяного пожара. Это говорит о высоком уровне подготовки МЧС и, соответственно, нашего Министерства природопользования Тверской области. Но при этом я хотел бы сказать, что у нас все равно были лесные пожары. У нас было порядка 20 лесных пожаров, в том числе 3 на территории военных лесничеств. Поэтому на текущий год стоит задача по повышению качества профилактической работы и мониторинга, и, так сказать, мер, превентивных мер по профилактике лесных пожаров.